Я только приготовила для тебя сюрприз. Мы сейчас сидели с ребятами в столовой и пришли к выводу, что Полина связалась с каким-то криминалом и срочно нужна наша помощь. Есть одна проблема, мы переезжаем по мере. Контрольная капец какая сложная. Мне за тройку от родителей дома влетит. Да вроде не особо сложная, я пять получила. Но мне же Семен не помогал. Я вообще-то сама все написала. Да ладно вам, не ссорьте. Я вообще на два написал, я же не жалуюсь. Да, давайте не будем ссориться действительно. Диана, ты же дежурная сегодня, вытащи доску перед уходом. Сейчас, иду. Все, я так больше не могу, я буду переезжать. Сколько можно это терпеть? Ничего страшного, другой ущитель их заменит. И потом не так сильно они ко мне и привыкли, чтобы не пережить это. Вот вы смеетесь, весело вам? А вы знаете, что вы учителя окончательно довели? И вам сейчас должно быть не до смеха. О чем ты? Нормально, объясни. А о том. Юлечка все, уходит от нас. С чего ты взяла? Слышала, как она по телефону сейчас об этом говорила. Говорит, сил моих больше нет. Переезжаю. И без меня справится. Чего молчите? Думайте, чем вы ее так обидели, пока меня не было. И как собираетесь это исправлять? А чего тут думать? Это Влад ее своими истериками довел. Это же очевидно. Да что ты. Влад тут вообще ни при чем. Может быть, это вы своим любовным треугольником довели ее? Я вот, например, поводов вообще не подавала. Сижу, молчу, ни во что не ввязываюсь. А может, ее довел Семен своей любовью? Он в последнее время стал таким ухажером. Я уверен, он разбил ей сердце. Заткнитесь уже все. Если она решила свалить с нашей школы, ее вы уже не остановите. Да хватит хамить уже. Ты и вправду ужасно себя ведешь. Главное, что твой Семен всегда идеальный. Во-первых, не мой. Во-вторых, не такой уж он и идеальный. И в-третьих, к тебе это не имеет никакого отношения. Имеет. И самое прямое отношение, Машенька. Да, смотрю на вас и думаю, как я вообще прожила столько лет в этом классе. А тебя никто не держит. Можешь хоть сейчас уходить, откуда пришла. Так, хватит. Мы заварили эту кашу. Нам бы расхлебывать. Надеюсь, сможем все изменить, пока она с нами. Егор, купишь цветы завтра. Полин, а ты принесешь конфет вкусных. Девочки с утра приберут в классе. А я принесу для Юлии Викторовны кое-что успокоительное. И чтобы завтра никаких шуточек и двоек. Покажем ей, что мы можем быть хорошим классом. А теперь давайте расходиться. Завтра тяжелый день. Давайте быстрее. У нас мало времени. Так, вы идёте пели. Красота. Всё ждать мне идёт. Слышь, я шагаю. Ничего себе. Как красиво. Сегодня же вроде день учителя. Ага, кажется, я поняла. Наверное, вы перепутали. У меня ровно через месяц день рождения. Или... А ну-ка признавайтесь, что вы натворили. Юлия Викторовна, у нас всё в полном порядке. Просто мы так решили вам показать, как мы вас любим и ценим. Да что бы, ребята, не стоило. Я в этом и не сомневалась. Стоило, стоило. А ещё я хотела для вас подарить пару антирессов. Знаете, какими пользоваться? Нет, конечно. У меня никогда не было таких приспособлений. А вот теперь будет. Смотрите, они есть разных видов. Вот так вот потыкали, пожмякали. И нервы в порядке. Всё, успокоились. Спасибо. Я прям залипла, ребята. Ребята, какая муха вас вкусила? Ладно, что бы это ни было, это очень хорошая муха. Сегодня одни пятёрки. Ни одной шуточки. Егор, ты шутить разучился? Теперь только так. Сначала образование, а шуточки потом, после уроков. Потрясающе. Вы меня сегодня очень порадовали. Надеюсь, так будет не только сегодня. А пока можете отдыхать. Ну что, кажется, у нас всё получилось. Теперь она точно передумает. Ну не знаю, всё было такое наигранное и неискреннее. А ты-то что сделала? Просто сидела и молчала. Да, молчала. И не одна я. А я в спектаклях ботанов не участвую. При чём здесь ботаны? Что ты несёшь? Да, конечно. Я тебе поясню. Теперь у нас слово ботаны прямое связано и с тобой. Ты же с ботаном дружишь. Влад, ты перегибаешь палку. Ой, да ладно вам, староста. Если что, ваш дохляк всегда за вас заступится. Жаль, что сегодня его нет. Идиот. О боже, моё сердце разбито в дребезги. Я поздравляю вас, Влад. Больше подруги у тебя нет. А мне не нужны друзья в этом классе. Слушайте, такими разборками мы явно Юльку не удержим. Вы же дружный класс. Так берите пример с нас, Владом. В этом классе только мы умеем дружить. Правда, Влад? Да, Дианочка. Вот видите, а вы так не умеете. Вам такое не дано. Кстати, Егор, я не совсем поняла. А где твоя новая подружка весь день пропадает? Вы же теперь у нас тоже пример дружбы и преданности. Даша не очень себя хорошо чувствует. Ну что, ребят, как настрой? Боевой? У меня для вас объявление. В понедельник меня заменит другой учитель. Как? Вы всё-таки решили от нас уходить? Мы больше не будем ссориться, правда, ребята? Да. Не оставляйте нас, пожалуйста. Я вас не понимаю, вы шутите сейчас? Ну как же? Я же слышала, что вы кому-то говорили, что вам всё надоело, что вы переезжаете, а мы и без вас справимся. Вы серьёзно? Я не могу, вы рассмешили? А что в этом смешного? Нам в этом вообще не смешно. Ну, во-первых, Диана, подслушивать нехорошо. А во-вторых, если вы правда волновались, надо было у меня сначала спросить. А что, это всё неправда? Нет, конечно. Учитель меня заменит всего на один день. А переезжаю я в другой дом. Соседи у меня шумные. Скандален без конца. Ну, а вы, конечно, фантазёры, ребят. Правда? Здорово. А мы уже так расстроились. Ну, раз мы всё выяснили, тогда начинаем урок. Но, надеюсь, это не значит, что всё будет как раньше. Нет. Как раньше больше не будет никогда. Потому что я решила, что больше не буду староста этого класса. Почему, Маша? Что случилось? Да она просто не справляется с этой должностью. Да, не справляюсь. И я признаю это. Так получается, что я не могу повлиять ни на что в этом классе. Так что, пожалуйста, выберите нового старосту. Вот, например, Влада. Отличная кандидатура, не правда ли? Нет, только не Влада. Больно мне оно надо. В любом случае, завтра я уже не староста. И я твёрдо принимаю это решение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!